Суламбек Асканов, Мурат Асдоев, Алихан Калиматов, Ахмед Катиев, Шервани Костоев, Ахмед Мальсагов, Абубакар Костоев, Мария Марабханова. В руках юнормейцев портреты героев Отечества, получивших почетную звезду посмертно, выстраиваются в ряд. Это лица людей, которые пожертвовали собственной жизнью, чтобы спасти других. Благодаря их подвигу сегодня живы сотни людей. Мелутки будут, зато каждую душу я болел. Сильным духом, добрым и умным, для других из себя я болел. Ровно 17 лет назад не стало в живых воспитателя детского сада сельского поселения Галашки Мария Марабхановой. Ей было 39, когда село решили захватить боевики. Они разбрелись по спящим дворам. От шума Мария проснулась первая, вышла во двор и стала громко кричать, чтобы предупредить остальных жителей. Этот подвиг стоил женщине жизни. 3 июня 2003 года указан президента страны. Ей было присвоено звание Героя России посмертно. Сегодня в зале присутствует сын Мария, Януса Рабханов. Марина сама была по натуре добрым человеком. Чтобы обидеть ребенка, у нее это никогда не было. Поправить она может, но чтобы обидеть, она и пошла в воспитательный детский сад. Она очень любила детей. Нельзя научиться любить, если не умеешь хранить память о павших. Такой девиз выбрали школьники для этого мероприятия. Они сами готовили программы выступлений, выбирали стихотворения, знакомились с биографией каждого героя. Современная молодежь, в частности молодежь Ингушетии должна знать своих героев. Наша школа, наши ученики долго собирали материал для того, чтобы в сегодняшнем мероприятии его воспроизвести. Мы очень долго искали всякие данные, спрашивали у местных людей, а также у людей, которые каким-то образом знали тех героев. Мне это очень интересно, узнать историю каждого нашего героя, потому что они наша гордость. Мероприятие проводится совместно с Сильским домом культуры и Советом ветеранов МВД России по Ингушетии. В числе почетных гостей сегодня присутствует ветеран республиканского МВД Амирхан Плиев. Как здесь было отмечено, героями не рождаются, они становятся. И беря во внимание все хорошее, что есть и существует вокруг нас, эти дети должны, вернее молодежь, должны брать эти качества в себе. На экране Сумбек Асканов. За несколько лет до его подвига школьники, затаив дыхание, слушают интервью первого героя России. А родственники легендарного летчика еле сдерживают слезы. В зале павших она вечна, и она будет жить среди наших детей, среди нашего поколения молодого. И я думаю, эти дети находят именно герои. В зале присутствуют и родственники героя России Алихана Калиматова, родная сестра Мадина Калиматова и племянница Аманда Вышигурова. Я очень сильно горжусь своими дядями. Больше горжусь своей девушкой, которая выросла, воспитала таких дядек и дядек для нас. И запомните здесь, я в столетии молодого, пока героями не рождаются, героями становятся. Учитесь, трудитесь во благо своего народа, во благо своих родителей. Никогда не забывайте, что это время очень быстро летит. И то, что мы сделаем для нашего народа, всегда останется в памяти. Выразить дань памяти отважным героям и сказать спасибо школьникам за то, что чтят подвиги их соотечественников, пришли представители органов власти республики. Спасибо вам, что вы сегодня провели такое великолепное мероприятие. Ну какие же красивые наши герои. Посмотрите на эти глаза, на эти фотографии. Они обмотно говорят, с фотографии на нас смотрят. Умные, одрухотворенные, прекрасные глаза, глаза нашей герои. На этом памятное мероприятие не заканчивается. Далее гости отправляются во двор школы. Вооружившись лопатами и саженцами, родственники героев вместе со школьниками сажают деревья. Каждая из них носит имя погибшего ингуша, героя России. Амина Бокова, Ахмед Гондаров, Новости 24.